Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и... В общем-то, как бы так сказать, вроде бы и новая серия, но на самом деле это не основное, потому что сегодня мы будем разбирать с вами новый трейлер, новый обновы, который грядет буквально до нового года, как обещают разработчики, да, CCD Planet. В общем-то, ребят, но перед этим, чтобы серия не получилась коротенькой какой-то, да, и скучной, я, короче, на самом деле просто в шоке, я подобное уже делал, когда выходил обнова 3.5, это было, по-моему, весной, да, 18-го года, то бишь еще этого. И вот обновление прям под конец года, и, собственно, ребят, честно говоря, я был просто в шоке. Опять же, не спешите искать, уходить, потому что сегодня я вам его покажу, мы его полностью с вами посмотрим, буквально через минуту-две, и будем разбирать. Это просто прекрасно, ребят, это просто... Я реально охренел, ну, то есть прям много фишек, новые тачки. Короче, ребят, это годно. И, знаете, я думал, с чем вот заняться полезным, интересным, главное, что полезным, ключевое слово. Перед тем, как мы перейдем смотреть трейлер, знаете, самое главное, на что повлияет он, кстати, там коснется изменения и РС-ки, и Мерседеса 222-го, ну, Майбаха, опять же. Ну, сейчас вы увидите. Короче, вот, я просто решил, знаете, раз уж я тут оказался, почему бы не сделать на РС-6 амплитуду с... ну, просто как бы, да, это первое, что мне пришло в голову, поэтому просто... ну, я понял, в принципе, как бы с первого раза, и причем очень даже... еще, если я сейчас приземлюсь просто куда-нибудь очень красиво, это будет вообще топово. Ну... Своеобразный паркур даже получился. Короче, ребят, ладно, пофиг на эту амплитуду, погнали реально посмотрим, значит, трейлер и... или тизер, ну, неважно, и будем разбирать, потому что, во-первых, он длится, кстати, 2 минуты. Все, короче, давайте переходить, сейчас будет просто... просто шедевр, реально. Ребят, ну что, я предлагаю сначала просто посмотреть, а потом уже будем разбирать по полочкам всякие моменты. Итак, друзья, тизер обновы 3.6 CCD-Plan. Поехали. Как всегда, мои танцы сейчас будут, блядь, вот эти вот. С возвращением в Сан-Андреас. За время твоего отсутствия многое изменилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, ну, честно, я охренел, потому что помимо того, что, как бы, ну, типа, это реально весьма круто, если разобрать по полочкам. Я сначала с первого раза тоже многое не увидел. И да, друзья, перед тем, как мы сейчас начнем еще разбирать каждый моментик, чтобы реально все детали изучить, я вам скажу, что еще под конец я вам покажу несколько эксклюзивных скринов. Поэтому эксклюзивчик тоже будет. Итак, поехали. Значит, первые секунды нам показан самолет, который приземляется, да? То есть, вот. Что это может значить? Хрен знает. Типа, ну, пусть это останется загадкой, реально. Вот тут я даже не хочу вдаваться в подробности, потому что, ну, типа, самолет на CCD Planet, окей. Дальше сразу просто для меня праздник начинается. Потому что, друзья, я, конечно, понимаю, что за счет того же ЕНБ можно добиться Андреаса, типа, чтобы тачка выглядела, как в хромированной пленке. Но как они сделали это без ЕНБ, потому что была надпись, что это все без ЕНБ снято. Значит, это пиздато. И праздник для меня, потому что я смогу, наконец-таки, сделать полноценную копию Аморала на CCD Planet, поэтому, друзья, это реально годно. Это прямо вот, ну, порадовало. Значит, с первых моментов, то есть, нам сразу вот дают понять. Плюс ко всему, сразу забегая наперед, я так понимаю, будет полностью новый пак дисков. Это, конечно, безусловный плюс. Бля, ну, выглядит сочно. Смотрите, реально как будто прям золотой хром. Конечно, ну, нет. В целом, да, как хром-то и выглядит. Ну, то есть, прям, ну, сразу понимаешь, о чем идет речь. Приора, окей. 39-ка. 39-ка была на сервере? 39-ки тоже, по-моему, не было на сервере. Спонсор ГИБДД, кстати. Есть такая рамка? Или нет сейчас? По-моему, нет, кстати, такой рамки сейчас. А может, есть. Вот, кстати, ну, опять же, я буду такие самые все-таки отчетливые моменты. Так, вот, видео безаут ЕНБ. Значит, что мы здесь видим? Мы видим здесь полный пиздец, потому что это просто разрыв сразу. 918-ый Порш. Это пиздато. Блин, выглядит, я не знаю. Такое ощущение, что это, знаете, даже не то, что Е... Фу, ЕНБ, блядь. Не то, что хром-цвет. Хотя он тоже, безусловно, будет, потому что видно, что тачки какие-то, типа, как хром выглядят. Какие-то, как металлик. Например, Приора вначале выглядела как хром. Здесь она тоже блестит, но, согласитесь, по-другому. Здесь, то есть, это прям такой металлик-цвет, прям сияющий. И как они это добились, реально, без ЕНБ, для меня лично загадка. Но прям движок, они прям вовнутрь игры добавили уже, да, какой-то мод на графику. В любом случае, это видо невооруженным глазом. Значит, 918-ый Порш. Это будет сильно, это будет прикольно. Чувствую, вот, блядь, в зеленом свете он прикольно смотрится. Конечно же, гелик новый. Причем также стоит и старый. У меня такое ощущение, что будет просто, наверное, он меняться за счет, опять же, каких-то комплектов. То есть, будет один гелик, например, который может быть и 10-го года, грубо говоря, там, и 14-го, и 18-го. Мне в счет кажется, это было бы логичнее сделать именно таким образом. Ну и Ешка 63-й уже сверкает слева, вот тут вот. М2, кстати, была? М2, что-то... Вот! Вот тут! Я сначала даже не заметил, не поверите. Я смотрел сначала на приборку, думал, неужели они, блядь, реализуют, что приборка будет. Но нет, здесь нам показано другое, друзья. Худ. Полностью другой. Слушайте, ну честно вам скажу, ну карта выглядит прикольно, мини-карта, а вот, так скажем, спидометр, ну непривычно скорее. Я не скажу, что может быть убого, но, типа, непривычно. Так-то в целом норм. Ну и, соответственно, вот, смотрите, меняется кадр, то есть будет несколько вариаций. Вот этот, вот этот намного лучше. Не знаю, тот, типа, вроде... Да нет, он, конечно, прикольный, он не ужасный ни в коем разе, но, типа, не знаю. Как вам, ребята, напишите в комментариях. Просто я, ну, не особо, не вау-эффект у меня, по крайней мере. Вот этот даже выглядит лучше, потому что он аккуратненький. Конечно, который сейчас, например, он уже, ну, подзаебал, а вот этот вот, как бы, такой, знаете, простой, но обновленный. Поэтому вот этот прям заебись. Ешка 63-213. Наконец-то нормальная моделька, просто максимально детализирована. Смотрите, даже и бурмистер выезжающий. Но, я думаю, вряд ли это будет выезжать. Хотя мы у Рески там видели, да? Мы сейчас дойдем, разберем этот момент. Но салон очень крутой сам по себе. Ну, сама Ешка выглядит просто максимально сексуально. Посмотрите, это просто пиздец. Ну, наконец-то, друзья. Как долго мы этого ждали? Вы помните, сколько я ждал модельку в свое время? Год назад, когда еще перед Реской, я думал, что буду покупать Ешку 213-ю. И искал модельки, еще на самп устанавливал. И там был полный пиздец. Здесь, конечно, видно, что моделька супер. РС-5. Она тут, по-моему, один раз вот тут вот появляется. Но на самом деле это немаловажно. Потому что новая РС-5 уже есть моделька. Естественно, она хорошего качества. Потому что, в принципе, я не думаю, что хуево запихивали в модпак игры. Ну, точнее, в модпак сервера. Поэтому, значит, она годная. И вот, смотрите, матовый цвет, да? То есть, будет реализация, я так понимаю, мат, хром, металлик. Это будет реально, блин, это круто. Вот это реально круто. А катки, соответственно, опять же, таких нет. Но я так, опять же, вглядывался, я так понял, что весь пак будет новый дисков. Это хорошо, потому что те уже заебали, которые есть, на самом деле. Уже все все перепробовали сто лет. Ну, опять же, отражение мы видим. Но в то же время это не НБ, да? Ну, интересно будет в реальности заценить это все. Это, конечно, круто. РС-ка охуенно выглядит. Мне вообще РС-5 в принципе нравится. Ну, прям пиздатая моделька. Ну, я имею в виду новая. РС-7. Смотрите, вот, ну просто, да? Как будто другой движок. Просто металлик. Вот прям вот видно, да? Что цвет не вот этот убогий Сан-Андреасовский. А просто реально синий металлик. Охуительно смотрится просто. Просто вот это вообще пиздец. Я, честно говоря, для меня загадка, блядь, как они это сделали. Потому что они сделали выдвигающуюся мультимедиу ММА из Ауди. То есть РС-7, РС-6 в РС-6, соответственно, тоже будет. И опять же, тут тоже праздник для меня. Потому что теперь я смогу аморала в хром затянуть. И еще я смогу наслаждаться, как выезжает мультимедиа в РС-6. Ну, это прям пиздец. Это реально годно. Прикиньте, это Сан-Андреас. Просто представьте, 2005-06 год, вы играете в Сан-Андреас. И мало того, что там вообще интерьера-то не было у стандартных машин. А тут, блядь, РС-7 с выдвигающейся мультимедией. Это пиздец. 39-ка, слушайте, я просто реально забыл. Ну, то есть, вначале нам показали, что это была не М-ка, да? Была какая-то там, ну, условно, 520-ая. А тут уже М-5, смотрите, в М-пакете. Очень круто выглядит. Вот, да, видите? Нам еще раз показывают. То есть, будет... По-моему, 39-ка же есть на сервере. Либо я туплю, ребят, сори. Но, может быть, нет. Ее не было. По-моему, была. У меня такое ощущение, что была. А может, не было. Короче, может, раньше была, а сейчас нет. А потом сейчас опять добавили. В любом случае, теперь будет зато вариант, да? Либо ты ездишь на, условно, 520-ый, либо ты делаешь М-пятую. Лексус. Ну, слушайте, типа... Ну, да. Ну, катки. Ну, типа, прикольно. Вообще, Лексусы, что АЭС, что GS, ЛС, последние. Они, конечно, футуристично выглядят. Это очень круто и, в принципе, ну, не лишний, я думаю, он будет. Камри 55-ая. Ну, такси теперь Камри, да? Не было же такси Камри. CCD такси. Ну, прикольно, что тоже так освежить. Так, значит, ну, мы видим Широн, Роллс-Ройс. Это, в принципе, то, что было. Но зато с новым, опять же, движком или как это назвать. Смотрите, вот посмотрите, вглядитесь просто в Роллс-Ройс. Он реально... Синий цвет, вот видно, прям вот, как, знаете, как GTA IV. Там же есть металлик уже цвет. То есть, прям вот крупицы вот эти, да, блестящие в краске. Вот прям даже как-то проглядываются. Я не знаю, очень круто. Снова опять кадр с М2, 918-м Поршем. Новым геликом, старым геликом. Е63С, панорамная крыша. Я думаю, что здесь основное это было, именно это показано. Очень круто, смотрите, просто шикарно. Гелик новый, конечно, по-любому надо бы сразу брать. Потому что это прям пиздец, значит. Блин, М2 столько мелькает, что у меня такое ощущение, что ее реально, может, не было. Ну, тут какая-то немножко такая странная РС-5 на любителя, скажу. Потому что она, ну... Ну, типа, ладно, окей, она на Воссонах. Но цвет весьма такой спорный. Блин, М2 слишком часто мелькает. Вот Супра тоже, кстати, смотрел и думал. Но, по-моему, Супра нет. Да? То есть Супра, ну, прикольно. Я думаю, что очень много чего можно будет с ней сделать. Вряд ли там будет, знаете, возможность только диски менять. Скорее всего, там будет прям разгуляться. Можно будет любую вообще цацу построить из Супры. Будь то дрифт корч какой-нибудь, будь то стенс. Поэтому... Вот Ешка, смотрите, матовый серый цвет. 4GT новый, последний, ребята. Это тоже, кстати, годно. То есть гиперкары добавляются. Как минимум 918-й Порш, 4GT. Это прям вообще охуенно. То есть модпак сам по себе заебись. То есть новые тачки реально нас ждут. Не парочку машин, а прям заебись. Вот тут вот можно заметить, что, смотрите... Не, остались, конечно, старые диски. Да, вот те же ОЗР Racing Rally. Ну и тут можно встретить вот знакомые названия. Но также мы видим, что много еще и новых. Смотрите, добавилось также... Добавился пункт профиль шин. Теперь можно делать низкий профиль, высокий профиль. Домиком низкий профиль, домиком высокий профиль. То есть реально меняется, очень круто выглядит. На X5 нам это показывается все. Дальше. Тормозные диски, шины. Теперь можно, да, надписи. Falcon, Huyalkin, Toyo, Huyoyo. Тормозные диски меняются. Вот это вообще, конечно, охуел. То есть, понимаете, мало того, что... Просто вот, да, если вдуматься, что это движок San Andreas. Вот до чего дошел прогресс просто. Вообще просто полный пиздец. Тормозные, блядь, диски меняются. Я, как бы, тут сам факт, что диски меняются, а тут тормозные диски. Это вообще сильно. Значит, новый интерьер... Кстати, а изменился этот интерьер? Я что-то не заметил в тюнинге. Блядь, тут не видно. По-моему, да. Да, другой. И, соответственно, в покрасочной здесь нам просто все, опять же, диски так же в два цвета красятся. Интерьер, кстати, пиздатый. Как по мне, да? Ну, всяко лучше, чем сейчас. Такой простенький. А тут прям, вот, как будто реально покрасочный цех какой-то. Так, дальше у нас идет опять Ешка. Значит, здесь, в принципе, ну, в деталях нам показывают. Моделька, опять же, годная. И все. На этом у нас тизер заканчивается, я так понимаю. Да. Значит, друзья, давайте вкратце я подведу итоги. Перед тем, как скрины мы посмотрим. Значит, новый движок сам по себе графический. Каким бы он образом не был реализован, но это по-другому все выглядит. Возможность красить тачки в различные оттенки. Мат, хром, там, металлик и так далее. Новые тачки, причем пиздатые, которых реально, ну, которые приятно видеть в игре. Новый пак дисков, новый худ. Просто, ну, вот это как минимум, да. То есть, ну, по-моему, это прям шикарно. Для такого, знаете, 3.6, вот, мне кажется, даже мы ждали меньшего. Ну, я, по крайней мере, не ожидал. Но новые интерьеры покрасочные, новые интерьеры в тюнинге. Ну, а так, по мелочи, я думаю, что еще куча всяких будет, на самом деле, нюансов. Ну, вот, возможность тюнинга новая, да, опять же. То есть, настройка колес тех же. Ну, то есть, мне кажется, это достойно. То есть, знаете, это прям полноценная 3.6, я считаю. Можно даже сказать, что уже прям... Можно было округлить и сказать, что это 4.0. Если, может быть, еще парочку всяких моментов добавить. Но я прям вообще охуел, реально. Прям очень круто. Вы знаете, на этом просто 918-й Porsche стоит. Посмотрите, как он блестит. Это просто охренеть. Друзья, ну, а теперь давайте посмотрим скрины, которые мне удалось надыбать. Так, ну, собственно, вот скрин с М2. Блин, неужели М2 не было? Почему я так... Почему я был уверен, что она была? Она просто очень часто появляется на скрине. Мне там захотелось даже зайти и проверить. Я понимаю, что как-то немножко даже стыдно, что я... Блядь, у него 2-й не было, реально? Почему-то был уверен, что она была? Ну, окей, даже если ее не было, может, была. Короче, хрен знает. Ну, опять же, тут катки продемонстрированы. Тут такой скринец, как бы, окей. Не особо интересный. Давайте дальше посмотрим. Салон Ешки. Вы посмотрите просто на детализацию, строчка. Посмотрите на этот руль вообще в целом, да? Он охуенно проработан, я считаю. То есть просто... Просто в деталях все вот... Бурмистер системы, вот динамики, строчка. Не только, кстати, на руле, но и... Ой, блядь, это просто космос. Коврики даже. Посмотрите на коврики. Это вообще просто жесть, конечно. Это прям карбончик. Все прям так аккуратненько, пиздато. Мне прям... Гелик. Ну, не скажу, что это прям удачный какой-то пиздатый скрин. Но в целом можно... Вот по самым колесам. Мне что-то не нравится. Они какие-то слишком широкие, что ли. Ну, такое, короче. А в целом гелик, конечно, ну, блядь... Очень неплох. Очень неплохо, я считаю. Так, что у нас дальше? RS7 вот такой вот интересный в стиле сделанный. Слушайте, ну, что здесь может не радовать? То, что будет как минимум один комплект на RS7. Причем, который, в принципе, выглядит ништячно. И вообще-то, кстати, прикольно, да? Мне кажется, RS7 такой... Блядь, ну это пиздато. Это пиздато. Здесь и диски, да? Опять же, то, что на шинах можно будет надписи делать. Ну, не надписи делать, в смысле, самому. Ну, вы поняли, короче. Аэрография, бодикит. Ну, так, прям интересно. Но, опять же, то, что металлик, вот этот серебристый, прям, ну, видно невооруженным глазом, что графика совершенно по-другому выглядит. Так. Ну, конечно, диски не мои, но в целом, друзья, вот он. Но, согласитесь, то, что сейчас у меня, например, если мы вот зайдем, да, откроем и посмотрим, это будет совершенно не то. Потому что здесь прям видно, что это хром. Это похожий цвет. Ну, диски, опять же, не совсем такие. Они и не хромированные. Ну, ладно. Ну, прям вообще годно. Прям вообще круто, мне кажется, ребят. Вообще, просто заебись. Ну, и, соответственно, друзья, напоследок 140-й матовый. Ну, то есть, прям вообще видно, мне кажется, ну, 100%. То есть, оттенки будут, знаете, не будет такого ощущения, что какая-то краска вот похожа, как сейчас есть. Что-то типа, вот это смотрится как мат, а вот это смотрится вроде как глянец, а вот это смотрится как металлик. Тут уже все, ты сам будешь выбирать. И я думаю, что здесь и так понятно, что это мат, да, на предыдущих там скринах где-то хром, где-то металлик. Это, конечно, очень круто. Поэтому, ребят, прям на самом деле, ну, серьезно, это, мне кажется, более чем пиздато. До Нового года, я так понимаю, это все должно релизнуться. И, кстати, еще такая пасхалочка. Если перейти, кстати, да, ссылочку на тизер оригинальный, если что, в описании, если вы захотите пересмотреть. Без моих танцев, так скажем. Вот. Там пасхалка, ну, типа пасхалка, окей. Так, там в описании написано 6 сервер, типа, и троеточие. Короче, будет открытие еще сервера нового, походу. Кстати, у меня была идея, типа, ну, это, наверное, такое себе. Если пойти, как раз вот, да, повод, например, пойти на 6, то есть, ну, остаться на 2, и пойти на 6, например, заново. Чисто вот попробовать, вот прям вот, честно. Что я смогу подняться прям с самых низов. Ну, типа, иногда есть такие мысли. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Ну, это так чисто мысли. А так было бы прикольно. Ну, как раз просто повод есть. Новый сервер открывает все дела. Ну, типа, без доната и без подарков, соответственно. Вот. Друзья, все. Огромное спасибо всем за просмотр. Я прям в ожидании. Это очень круто, как по мне. Напишите, что вы думаете в комментариях. Это реально прям божественно. Прям хочется затестировать. Ну, серьезно. То есть, ну, Худ, вот, ну, что мне не понравилось, да? Ну, здесь просто мало чего может не понравиться, потому что, как бы, здесь одни плюсы. То есть, да, графику доработали, тачки добавили, типа, ничего глобального я не увидел. Ну, Худ, да, но он на любителя. Ну, опять же, нужно это вживую будет посмотреть, привыкнуть. Поэтому тот самый случай, когда, в принципе, как ты можешь критиковать, если ты сам еще не попробовал, а хвалить тоже до конца не можешь, потому что ты тоже не попробовал. Но то, что ты видишь, это полный пиздец, как я лично считаю. Поэтому тут просто нужно ждать. И как только обнова выйдет, я, конечно, я думаю, что на сервер будет не пробиться, но попытаюсь как можно скорее записать серийку. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. И оставляйте ваши комментарии, ребят. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.